И сотворил Бог землю. Что значит сотворил? Он увидел. Значит, до этого было еще раз? Пустота. Ничего. А это? Что-то. Было ничего. Но ничего это уже? Что-то. Значит, что-то было. Пришел Бог и такой увидит что-то неопределенное. Так каким образом он творит? Прощает внимание, смотрит. И что он делает? Принимает. Как? Разглядывает, наблюдает. И сотворил Бог небо и землю. Разприничает. Когда он увидел, что он сделал? Как мы творим? Чем мы творим? Вниманием он своим что делает? Произдает. Да. Как делать, чтобы земля была землей, а небо стало небом? Инструмент творения какой? Обозначать. Определять. Чтобы определить. Ему что понадобилось делать? Различить. Различить. Для этого нужно различить. А что такое различить? Увидеть? В чем разница, да? Увидеть различие. Была? Пустота. Ничего. Что-то. Чтобы определить, нужно различить. Чем отличает? Увидел? Развал. Каким инструментом творит? Творит. Словом. И обозначением этого слова. Словом. Что стоит за этим словом? Мы определяем то. У каждого неба это свое небо. У каждого земля это своя сеть. Сейчас каждый начнет уписывать. И у каждого за словом. Это конечный продукт. Вылезет что? Определение. А здесь смысл. Как Бог сотворил все. Все уже есть. То, о чем мы говорим постоянно. Надо только что сделать? Внимать. Внять. Внять. Взять. Да. Чтобы увидеть, мы должны что сделать. Различить. Да. Вы же видели вчера, показали, как мы в одно «давай» вставили все. Ну еще раз. Дай мне телефон. Да, я взяла. Давай. А нам не дала телефон? Нет. Нет. Оказывается, давай-то больше, чем давай. А сейчас нам не дала телефон? Теперь «да». Так «давай» это что значит? Брать, давать, брать, давать, брать. Да. Мы даже не смотрим, что такое «давать». А «давать»-то, оказывается, состоит. Посмотрите, если мы сейчас... Из «брать». Если мы сейчас будем хорошо разглядывать «давать», у нас там такая вылезет, целая в это. Но мы же на это не смотрим. «Давать». А что такое «увидеть», определить, различить? Это думать, понимаете? Увидеть – это вот думать, да, о чем я говорю. Вы не думаете. Вы хватаете то, что вам говорят, и берете это на веру. А вы там сверились со своей, как бы, действительностью? Мы кучу чужих знаний тащим в себя. Кучу мы слушаем всех. Мы помойку себя устроили. Потому что мы не думаем. А думать – это наш инструмент определения, развлечения, сотворения. Золотая – приезжать творения вам. Но с кем мы можем подумать, различить, определить и назвать? Кто это человек, который это все делает? Какие веры. Да. Никто тебя так... Я понял. Круг-круг, да. Давайте все назначу, развлечу в этот. Спроси, кому кто ее тогда будет. Именно. Именно. Мне это не нужно. Именно. Оставайся, пожалуйста, с этим, со своим миром. Здесь мир запутан. Потому что все перестало иметь вообще, как бы, все перепуталось. Понять то, как ты творишь, это что значит? Это кого понять-то? Себе. Как ты что делаешь? Я различаю, называю, вижу и внимаю. Внимаю, обнимаю. Так создал Бог небо и землю. Было все? Было. Понимаешь? Все уже есть всегда. Надо это увидеть. И это наш инструмент творения. Мы просто это называем, различаем, наделяем смыслом. В этом вся суть. Но мы на это не обращаем внимания. Потому что мы вообще... Не внимаем. Не там. Не в себе. Не внимательно. Ты вообще чем? Что такое любовь? Скажи мне. Не ты, а ты. Это инструмент творения. И мы, собственно, сейчас будем этим заниматься. Все определения, все назначения, все чувства живут только на. Если я назначила тебя дурой, решила. Или ты не примешь это? Нет варианта, что действительность мне это не будет подтверждать фактами. Потому что я кто? Бог. Твори. И почему по образу и подобию вы поняли? И поняли, почему не убей? Что не убей? Не убей в себе творца. Не, блин, человека не убей. Не убей в себе желание творить. Не укради. Не укради в себе возможность. Не укради в себе талант. Не укради в себе... Желание рассуждать и видеть внимательно. Не укради в себе руки. А можно у себя что-то украсть? Но мы это делаем. Потому что мы назначаем, определяя, не разговаривая, не ходя, обкрадываем себя по полной программе. Не укради, убить, назначь, переназначь, определи. Все тут, все тут. Но с одной стороны мы обкрадываем себя, с другой стороны это все относительно и не обкрадываем. Потому что только от тебя зависит. Так об этом и говоришь. Правда? Да. Так кто творец? Не все творец. Потому что каждый живет в своей реальности. Почему? То, как назначает, определяет, различает, тот так и творит. Слово творит? Сделанное слово. Одно слово творит. А можно еще часик от вам по поводу одного слова поразбирать. Как? Зачем? И почему? И давайте я вам еще доказательство, ну так, чтобы вообще показать это все. И на два лбу твердь не было. Что вы слышите? Уплотнил воздух, ну то есть воздух, ну создал среду, в которой мы находимся, мимо, не ем. Разглядел? Да, увидел. Плотность? Да. Чего? Воздух. Воздух. А как? Воздух какой? Твердый. А мы что всегда думали? Воздух. Сжатие и разжатие. О чем мы столько что говорили. Небо плотное. Вопрос на сколько плотное? Все плотное. Мы видим воздух, да? Ну да. Ну хорошо. Ладно, мы воздух видим сейчас? Сейчас. Ну на самом деле мы видим воздух. Весь тел. Твердый. Это те же молекулы. Просто мы знаем, что там на более далеком состоянии. Чем больше расстояние, тем прозрачнее объект элементарный. Чем меньше расстояние, что происходит с нашими этими молекулами? Что? Форма, уплотнение, более серьезная утилизация. И мы приходим к объекту. И назвал Бог твердый небо. Все имеет свою плотность. Небо тоже твердое. Есть разные понимания твердого. Вы думали, что земля твердая, а как-то воздух тоже твердый. Твердый, плотный. Где мы живем? Мы живем в воздухе. Значит мы живем где? На небе. А ножками мы ходим почему? По земле. Значит мы кто? Не знаю, мы гелы. Где у нас рай? На небе. На небе. А мы живем? В раю. Классно? Хорошо, да. Плазл сошелся. Кто хотел в раю, welcome, был же там. То есть, изначально рай, он внутри. И кто определяет свой рай? Я. Мы. Я. Я, 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 я. Первое слово. Я. Я это просто я. И, соответственно, вы поняли, кто мы? Боги. Да? Мы как-то, каждый из нас. А понимать себя, это вообще понимать, как мы там что различаем, что мы наделяем. Получается то, что картинка мира вовсе не общая. А каждая реальность... То есть, там есть совместное мнение и стороннее мнение вообще... Каждая реальность, посмотрите внимательно, посмотрите внимательно, каждая реальность, она виртуальная, индивидуальная, каждый живет в своей реальности. Мы сейчас будем писать каждый в свою реальность, потому что мы кто? Ну, вы уберите... Создатели. Мы создатели. Уберите важность со слова «Бог». Надо создать. Уберите важность со слова «Бог» и прекратите ему молиться, потому что он внутри. А молиться — это давать внимание. Так куда внимание надо направлять? В себя. Да. А что такое внимание в себя? Это понять себя, что, чем я наделил. А для этого мне никто не нужен, кроме меня самого, чтобы разобраться с самим собой. Никто не поможет. И сейчас мы будем разглядывать, как мы определяем свою реальность. И посмотрите. И казалось бы, она одна, а мы посмотрим на результат. И это будет очень круто. Так вот, механизм творения мы сейчас, собственно, и будем. Поскольку мы теперь уже знаем, что мы Боги, Творцы, каждый уходит куда? Если я знаю, то у меня нет желания что сделать? Попробовать. А еще? Определить, различить. Узнать. Узнать. Я решаю себя чего, когда я знаю? Всего. Импульса, желания, и делания, и творения. Я все уверил, что я знаю? Мне, блин, этот коучер сказал, я положил это все сюда, не проверил, не попробовал, ничего. Но я уже типа что? Знаю. А как же? А я еще доверяю тому человеку, да? Вера. Да. Вера, это еще на три дня рассказывает. Да, да, да. Потому что это тоже сотворение реальности. Но когда я уже знаю, я лишаю себя жизни. Возможности. По сути жизни. Я не знаю, что можно каждый раз, оказывается, даже по... Ладно, что я, блин, не попробовал, уже знаю. Так я даже то, что я попробовал и знаю, представляете? Можно много раз узнать заново. Можно много раз узнавать, не знавать, и увидеть, что это каждый раз происходит по разному творению. Потому что опыт не повторяет. Поэтому художники творят каждую картину. Да. А, так мы сейчас посмотрим, какая она виртуальная реальность нам сейчас покажет. Только обзор. Смотрим на фигуру. Видите? Видите? Да. Смотрите, как лежит грейп-рум. Переменяйте, скорее, скорее, скорее. У нас качество поменялось. Да. А мы... А что произошло? Она статична? Да. А мы... Переместились. Переместились. Что произошло? Ну, картинка поменялась. Да. Критично, пожалуйста, нет? Поменялась, потому что точка обзора поменялась. Мы смотрим по-другому. Нет. А сейчас? Жопа на месте. Прикиньте. То есть, когда вы стоите... Стойте. Когда вы стоите там, а я там, и я говорю, да нет, она круглая. Или мне что говорить? Да нет, там жопа видно. Так мы... Кто? 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 Конечно. Все правды существуют одновременно. Почему? Потому что разы. Да. А что такое точка обзора? Смотреть, внимать мир, то есть творить своим обозначением. Определить. Эта штука, она оказывается... Ничто? Она статична? Да. Крутится кто на самом деле? Мы. Как мы творим свою реальность? Наблюдение. Перемещаясь в пространстве. Ну, вы поняли. Когда люди говорят, у меня нет денег, поэтому у них нет денег, у них точка обзора на то, что нет. Яблоко видишь? А нужно захотеть увидеть свои деньги, захотеть увидеть свое творчество. А может даже не хотеть. Почему? Это наше творчество. Захотеть и просто увидеть. Наблюдать. Можно жить без денег. Это просто пример. У тебя точка обзора, что можно жить без денег. И ты поэтому и живешь. Но можно попробовать по-разному. И с ними пожить и без. С этой стороны яблоко видно, а с другой его нет. Мы пишем ту картину своей жизни. То, что мы... А что мы видим зависит от чего? С какого угла зрения мы на это смотрим? А угол зрения это что? Знать, не знать, внимание, куча всего на самом деле. Куча всего. Но вы сейчас... Пока ты не движешься, ты ничего не увидишь. А можно стоять на месте? Ты сейчас стоишь на месте, не двигаешься. Ты видишь? А я тебе только говорю. Узко. Но ты можешь закрыть глаза. Ограничено. Я вижу ограничено. Ваша задача сейчас понять, что существует все. Все есть. Даже если вы этого не видите. И все, что вы хотите, тоже есть. Даже если вы их не видите. Оно даже не проявлено. Оно на самом деле проявлено. С другой стороны. Чтобы перейти в реальность проявленности. Нужно захотеть это увидеть, во-первых. И начать видеть. Это самое хорошее. Это горчица, да? Горчица. Офра называется. И мы делаем себе цветовую палетку. Мы приготовляем инструмент. Уже от этого можно кайфовать. И поехали домой. Яркость какая. Не, нифига. Нас не выглядели. Мы здесь живем. Мы можем найти 150 точек обзора на эту вазу, которую не хочет рисовать ребенка. Когда вы выдавливаете, сразу всплывает программа экономии. Сейчас мы ее рассматриваем. Посмотрите, насколько вы экономный или щедрый. С каким чувством. В каком количестве. Как классненько. Это все свое. Это все ваше. Вообще-то весь мир мой. Не, ну понятно. Я имею в виду столько красок. Это столько оттенков. Давайте уже будем процессы рассматривать. Мы уже учимся это делать. Наша задача поменять свой образ мышления. Не поменять. Просто угол обзора поменять. Мы ничего не меняем. Потому что у нас уже все есть. Если это все твое, то значит что? И мое тоже. Пользуйся. На здоровье. Да. Нет конечности здесь вообще ни в чем. Потому что конечности только мы видим. А почему мы ее видим? Потому что хотим этого. Очень абстрактно. Как это абстрактно? Ну мы видим, а в чем либо конечности. Потому что границы у каждого свои. Ограничения стоят. Это классно. Мы эти ограничения специально делаем. Чтобы из чего-то пить. Из чего-то есть. И уплотняем ограничениями. Специально чтобы это использовать. Это же круто. Нужно сдвинуть эти границы. Да, чтобы увидеть больше. Нам надо сдвинуть границы. А чтобы нам сдвинуть границы, нам надо куда пройти? Какое пространство. Все пошло. Получается, представляете, то, как мы творим жизнь, мы можем рассмотреть в одном процессе рисования. И нам этого будет выше клише. Мы тут сейчас все увидим. Откуда берется начало? Видишь, начало, твоя ритуальность уже настолько видна, а ты еще не начал рисовать. Мы видим конечность, и мы уже хотим увидеть начало. А есть ли оно? А может ты уже увидишь, что ты начал? Вот это пространство и вот это все, может быть это уже начало? Посмотри за рамки начала того, чего ты назначил начало. Начало, конец. Смотрите. Начало, конец. Начало, конец. То, что мы видим. А вокруг еще целая куча пространства. Начало. Где мы видим начало? Это наша точка чего? Обзора. Да. Где мы хотим ее, наверное, увидеть. Так что у нас ограничивает? Конец точки. А ты, конечно, не ограничиваешь. Да, понимаете как? Ну, то есть мы, создав себе эти рамки, мы всю жизнь умираем эти штуки. Кто нас ограничивает? Чем? Ну, страхами, может, какие-нибудь. Ну, в нуждании. С вас поигранцами нет. Мы не рассматриваем. Когда мы обозначили эти границы. Мы не рассматриваем, что для нас значит начало. Мы говорим это слово тысяча тридцать три года. Сто пятьдесят три жизни в год. Мы говорим это из реинкарнации в реинкарнацию. Как угодно это убейте. Но мы говорим это и не спрашиваем, а что это значит. Оказывается. Начало может быть концом, а конец может быть началом. Начало может быть концом, а конец может быть началом. соответственно ни того ни того нету вся бесконечность картину начал еще вчера рисовать своих мыслях да или позавчера или когда у тебя вообще мысли пришли интересно что это руки детском саду а что я могу ими делать может и тогда уже начал рисовать и вот это называется я по жизни себя всем ограничиваю мои желания ограничены мало того что разными красками ограничили малое количество во вторых само их существование очень много ограничений на самом деле не существует да но мы сами себе придумали это ограничение сказали пользуйтесь красками возьмите все их выдавить тебе хватит на три мазка я решила что они грязь я уже определила что она уже скоро будет мы не какие-то мы пока ничего не говорим я сказал вот он творец настоящий посмотрите как он красиво творит кучка волшебник кучка волшебник ему хватит пространство их смешать он не ограничен в пространстве и смешивание он не боится их смешивать нам нужен нам нужен цветовой ряд который я разложила почему потому что я взяла базовые оттенки и например вот этот оттенок мы здесь совершенно спокойно намешаем из двух хорошо а синий видишь у меня в картине в этой картине его не вижу да поэтому я даже вошел я вообще не думал об этом я не увидел и все у меня в башке даже там его нет а на самом деле он там есть но в составе других цветов у нас художник оказывается со стажем уже здесь есть который никогда не рисовал да ладно уже наверное там 33 таланта открылись в течение 5 минут все давайте приступим свет свет это антитень а тень что такое тень это темное а свет это яркое игристое светящиеся наполняющие а что тенью делает тенью а свет делает светом внимание светлое больше проявлено а темное не проявлено получается проявлено это что мы знаем что мы знаем и мы смотрим 8 цвета у нас перед картом у нас нечто нечто это что то и мы сейчас начинаем из нечто что то делать что то процесс творения неважно будет это что мы с вами уже потом назначим поэтому что мы сейчас поработаем светом светом мы весь холст это темный свет классно у нас если он лучистый светлый искристый поэтому закрашиваем так разными не боимся и мазками щедрыми классными прям вот кто как может и втираем и не втираем делаем относительно темный закрашиваем все свое творение я думал я не рисовал нифига себе я столько блин квартир посмотрим мешаем красочки добавляем разные цвета не делаем однородное мешайте классно классно вообще сколько всего мазюкаем как ощущение первого маска ты выглядишь как настоящий художник сознанием дела освободите пожалуйста освободитесь почему вы все взяли мы сказали что темнота это темно когда ничего не видно темная и у всех она темная у кого-то темно это синий у кого-то темно это зеленая кого-то темная он с красными пятнышками очень классно наблюдайте кто как так творит позвольте сейчас тебе вообще все на полте это же темнота там можно все делайте мне просто темноту я не сказала как да какая она живописная эта темнота сколько в темноте мы нашли цветов обращайте внимание сколько экспрессий поменялись настроение поменялось лица поменялись улыбки поменялись улыбки поменяют Движение поменялось, вовлеченность появилась, импульс появился, желание появилось. Я до этого говорила, я не умею рисовать, все говорили, я в первый раз буду держать в кисочке, я не умею. А сейчас посмотрите, вы только посмотрите на этого творца, который творит, да он с таким делом рисует, как художник. И нас стало больше, да, все захотели рисовать. А вид-то какой художественный, серьезный, да? Сейчас я прям подойду, посмотрю, что там такое. Вау, у тебя темнота уже стала красной. Классно, темнота, можно я тоже потихоньку добавлю? Давай, давай, да, сотворим темноту вместе. Классно, очень много разных цветов получается. Так что у нас темнота оказывается объемная и очень много в ней оттенков. Темнота разная оказывается у всех. Ну и очень всего много. А все определяют слово темнота, как что-то черное и все. Но начали рисовать, оказалось совсем не так. Вот, смотрите, у нас прям эта краска растекается, мы ее размазюкиваем. Ну просто в каждой темноте много цветов. А не чувствуете это? Много цветов. То есть, когда ты можешь себе дать сразу много, это надо увидеть. Пока мы это не увидим, мы не сможем это, да, осознать. Когда мы дали сразу себе изобилие, разрешили себе изобилие, позволили себе это изобилие, то и рисовать стало комфортней. Не нужно отвлекаться постоянно на эту краску, выдавливать ее, как зубную пасту, по чуть-чуть маленьким шарикам. А можно просто расслабиться, получать удовольствие. То есть, сразу брать много для себя, да, комфортнее. Оль, в художественных студиях также учат рисовать? Нет, это уникальное проявление Оли. Мы осознанные же, тварь. И у нас совершенно по-другому будет. А ты вот расскажи, как тебя учили рисовать. Долго и нудно, все, что за пять лет она выучилась, вы за четыре часа получите. Трансформационный рисунок за четыре часа. Ну ты рада? То есть, ты хочешь свои четыре часа растянуть на пятилетнее обучение тому же самому? Желтый свет, свет, готова, чтобы можно превратить в темноту? Конечно, в темноте все есть. Да, то есть, ты сейчас вписал желтый цвет, яркий, лучшим из-за солнца, свою темноту. У тебя уже картинка стадия ушла, уже ее, в принципе, можно вешать. Слушай, мне кажется, это конец, нельзя такое говорить. Конец, начало. Я приехал в Новороссийск, начал это, показал им рисунки, которые мне принесли денег. Говорю, я потом буду продавать картины. Это стоит 400 тысяч, это 350. Они начали дорожать. Я говорю, ну вот увидите, желания не исполнятся. Очень красиво. Ты же сам определяешь стоимость. Попробуйте кайфануть от каждого маска, потому что это же ваше творение, это ваше движение. Вы это чувствуете? Блин, так красиво, да, получается? Очень красиво. Да, мне кажется, уже на ней ничего не надо рисовать. Достаточно одного темного фона. Она уже как-то шедевральная. Ну да. Магнит еще. Оля, здесь посмотри. Это капец. Можно уже оставить вот так, и это уже просто класс. А внизу вот здесь вот классную надпись, знаешь, с такими иероглифами какими-то. Это писать там чего-нибудь. Welcome. Сейчас, если еще окажется, что я иероглиф, не умею. Ты посмотри любой иероглиф, попробуй его нарисовать, закрасишь его. Тень. Очень классно. А представляете, какой у вас задний фон? Всеми красками уже. Одно понимание, и сколько разной темноты. Она там была лень, кстати. Это тень, помнишь, она была? Она же лень, да? Она же тень. Вот так вот она берет. Олень. Хоп. И ее нету. Раз. Нет, она есть. Но ее и в то же время нету, да. Раз, и есть, и нету. Но мы знаем, что она есть. Она есть, да. Там и тень, и лень уже есть. Какой прекрасный фон у вас будет для картины. Это только начало. Какие чистые краски, да? И соседствуют с такой живописной парой. Укру в пистоле в синюю, да? И казалось бы, вроде и чисто, а и как получилось живописно. А теперь... Смотрите на эти шедевральные шедевры. Красиво. Совершенно технология, смотри. И это только фон. Это только фон. Смотри. Нежная работа, тонкая работа с холстом называется. Массаж холста. И как у тебя ощущения? Супер. Краска очень нежная, на самом деле. Скажи руку вам. Скажи руку. Блин, это моя любимая. Я так люблю пачкаться. Это на самом деле... Это массаж холста. Потому что картина, если ее правильно не отмассировать, она просто не станет картиной. Но кого ты массажируешь, когда ты массажешься рукой до чего-то. Что ты чувствуешь? Я себя массажирую. А теперь ты можешь ладошку аккуратно поставить на свой карман вот этого фартука. Она застынет, и это будет фартук с твоим автографом. Чуть-чуть подержи. Как красиво остался. Да, круто. Можете, если хотите, повторить. Мы теперь берем салфетки и подходим к своей темноте. Кукол обзора, и возможность увидеть столько темноты. Она разная. Вы увидели, какая темнота для каждого. Каждое слово для каждого это своя темнота. И нет ничего похожего, сколько бы человек нас не стояло, сколько бы дворцов не было, невозможно, чтобы хоть что-то было совсем одинаково. Мы настолько уникальны, это безумная уникальность у нас. Вчера мы поднимали этот вопрос уникальности и ценности. А теперь берем, подходим к своей темноте и снимаем излишек. Номассажируем? Пропитываем. Снимаем вот этот излишек и смотрим, что происходит. Когда мы что-то делаем в процессе, мы не думаем, что это значит, что в этот... Что получится, а вы потом увидите. Сделайте сейчас незнание. Ну, сделайте из своего знаю уже наконец-то не знаю. Вы же не знаете, как мы это написали. Все лепки. Я внизу. Точно, ну ладно. Кто-либо знал, что мы будем это писать через темноту? Я бы не старалась выкрасть. Так. Каждый уголок. Слушаем внимательно. Что? 56. Так вообще красиво. Что происходит? Мусор хочет. Лежно. Потом начинаешь. Очень интересная техника. Да. Мы творцы, мы можем творить, стирать, ломать, опять заново лепить, творить. Точно так же мы наделили слова определением, увидели картинку этого слова, что это слово обозначает, определили плотность. И можем это слово рассоздать, трансформировать, стереть границы этого обозначения каждого слова. Например, лень, безденежье, тень, темнота, пустота и сделать его совершенно другим обозначением. И то, как мы думаем, и то, как мы видим, все происходит от нашего сознания. У нас тряпочка, наша тряпочка, она не единственная. Мы их стираем. Снова, снова и снова. Миха, ну тряпочка. Что? Мы сейчас посмотрим. Что это? Вообще, что такое брать? Взять? Питать? Какие цвета у тебя проявились. Очень красивые. Мне кажется, даже сейчас еще прикольнее, чем было. Проявить. Проявить, увидеть. Подсветить. Убрать лишнее. То, что нам мешает увидеть. Кактус перед картиной сдвинуть. Проявить это все. Увидеть. Это любое. Вообще, любое. Это проявить. Какие проявились цвета новые. Издалека вижу какую-то пещеру, сталактиты. Там просто алмазы. Он пошел различать. Столько классного, красивого. Он пошел смотреть, потому что ему это захотелось. Появилось вдруг желание. Что сделать? Слушай, у тебя, вот посмотри через призму моего видео. Вот здесь, вот смотри, человек, да? Лицо, получается, руки вот с этой стороны. Вот тоже человек. Вон там человек вдалеке. А тут алмазы выросли. Такие сталактиты, видишь? Когда? А когда посыпать? Это вообще просто невероятно. Интерес появляется. А я тебе сказала, как говорят? Процесс. Да. Процессе вдруг становится интересно. И просыпает такое желание, там, увидеть, разглядеть. И мы, ну, как бы не знаем, почему у нас все началось в темнотуре, из-за света, проявленное, непроявленное. Ну, что хочу, то и ворочу. Вы же не знаете, что сейчас будет. И я не знаю. Я вот долго на ходу. Потому что это и есть процесс творения. Давайте скажешь. Теперь смотрим на... Если вот я вижу, что-то нарисовала, прям шедеврально. Пару мазков добавить, чтобы продолжение руки немножко было, крылышко потрясать, и все станет понятно. А выразить можно тенью. Светом и тенью вокруг объектов. Чем, собственно, сейчас и будем заниматься. А теперь мы прищуриваем глазки. Прищуренную глазом еще раз смотрим на нашем кульмарке. А теперь что мы видим? Простой форум. Более размытые границы. А когда границы размываются, что происходит? Вообще все уменьшается. Ограничений меньше. Да. Ну, что мы видим? Вот ваза, вот у нее вот эти кренделя. Образ? А образ это что? Простая форма. Мы видим более простую форму. Как только мы сняли важность самой формы, и как мы только увидели сложное, простое, нам как становится подойти к этому? Проще. Проще, да? Получается, мы сами наделили. Я это никогда не рисую, не смогу нарисовать, да? Мы прищуриваем глаза. Ничего не меняется, кроме как нашего способа просмотра. И теперь мы видим простые формы. Чем оказывается наша ваза самая центральная? Полуовалым неким, да? Все определили в круглые, квадратные, треугольные формы. Очень-очень простые. Все увидели? Что такое драйфрут, яблоко? Это лимон. С одной стороны, он будет не круглым, а продолговатым. Что это такое, на самом деле? Простые формы. Обычные простые формы. Флотные. Они стоят в воздухе, да? И теперь смотрите, что мы делаем. Мы же видим, да, эти формы. Прищуриваем глаз, и вот мы примерно там где-то определяем. Вот он наш, предположим, вот она, это полукруглость некая, да? Которую мы это все видим. Вот она там наша ваза, из которой мы можем сделать треугольничек. Если мы рассмотрим хорошо эту вазу, мы вот так определяем эти формы самыми простыми формами. Просто чтобы увидеть очертания. Формируем форму так, как мы ее видим. А, красная может быть любая, да? Любая, да. Прищурим любая, чтобы ты увидел форму, определи форму. Мы сейчас различаем. Все есть единое пространство. Предметы по плотности, то, что мы видим, на самом деле это и есть различие. И мы сейчас рисуем форму пустота, форму пустота. Но на самом деле, если мы поменяем местами, у нас тоже была пустота форма, пустота формы, все единое. Мы работаем с формой. Форма лишь есть то, что мы видим. А, вау. Упрощай больше. Прям мазюк. Как все по-разному видят даже круг и треугольник и форму. Сейчас, когда мы начали из своей темноты определять форму, мы, по сути, будем прощаться со своей темнотой. Кому-то кажется, что он такую красивую темноту написал. Он хочет остановиться на темноте. Цвета мы пока не используем разные. То есть ты берешь один цвет и рисуешь форму всего одним цветом. Вы пока делаете форму, не закрашивайте ничего. Просто форму. Вам нужно просто наметить, где что будет находиться, но пока вы это еще не рисуете. Вам просто нужно очертания сделать того, что где будет. Все увидели форму? Все увидели, как эти формы? Насколько они просты и как они стоят? Мы пока рисуем форму. Все, что есть, все правильно. У меня случается, как у тебя. А теперь смотрите. Трансформируем спешку. Подойдите пока ты ко мне. Посмотрите на грейпфрут. Сколько грейпфрута получается в высоту вазе? Посмотрите сюда еще раз. Немасимый. Различаем, да? Грейпфрут. Сколько грейпфрута получается? Ну, примерно 34. Нам размеры знать, собственно, и не надо. Мы можем мерить все, всем, что нам попадается под рукой. И теперь мы видим некую относительность. Мы видим то, что вазе, оказывается, помещается игры круто. И нам теперь становится еще более удобно уточнить свои простые формы габаритами и размерами. Увидеть, что где, сколько помещается и соотнести. У тебя два грейпфрута. А у меня он крупный. Помещается в высоту. В моей голове он крупный. Мы здесь как бы видим, что, по сути, она намного... Ох, яблоко. Третий раз я тебя уже перерисовываю. Не даешься ты мне. Вот такое оно. Вот такой вот лимончик. Очень интересно, как это все творится. Можно даже если это ничего не исправлять. А куда ты, с какого боку сможешь? Так удобно? Да? Так, а где у тебя стоит грейпфру? Он все равно загораживает, да? Угу. Чуть-чуть, да. И получается, цветок что тоже сделает? Чуть-чуть переехать. Что нам легче всего переехать? В Азии? Да. Интересно. Просто смотрим, куда что переехать. И смотрите, как легко, как была корма и нет корма. Пустота сжирает просто все. Как классно рисовать на пустоте. На темной пустоте. Она выбирает в себя все, растворяет и убирает. Пустота принимает груб. Угу. Он загоряживает, да? Так, ты с какой ракурс смотришь? Где твое окошко? Окошко. Смотри, у нас яма, она не загоряживает, да? Яма? Лимон, она загоряживает. О, край по-моему загоряживает. А вот здесь вот грейпфрут далеко от вазы с этого ракурса. Классный, цветочек другой. И в каждой картине объекты по-разному расположены. Мне напоминает, это кружка с пенным пивом. С шимпанским. А, ну просто у меня сложно шампанское с такой вазой. Угу. У тебя уже ракурс совсем другой. Очень красивый. Так, открываем себе светлый картон. Начинаем разбирать, только вот эту часть. А теперь скажите, сколько вы... Присмотрите, сколько оттенков вы видите вот в этой ткани. Кто, что видите? Ну там вот цветов миллион. У меня уже и зеленый цвет, там и синий проявляется, и коричневый. То есть, смотрите, отражает, возле яблока там зеленоватый оттенок на ткани. Она упала на другой угол обзора, кусок нашей драппировки. И она стала... А тень нам выявила синий уже, и зеленый. Прямо не этого, и зеленый. Да? Посмотрите, какими интересными цветами орудует тень. Она как будто орудует линием холодом. Да? И что делает цвет? Каким образом действительно, да, творится здесь? Как вот она выявляется? И теперь давайте попробуем. А что у нас являет ауконом здесь? Вокон. Ну да. А по факту мы будем сеть? Стену. И какого цвета эта стена? Ну, тоже разные цвета. В целом? В серо-белое. В серо-белое. Что, наверное, там, голком, да, чуть-чуть бежевого, да, тем-то? Синего. Что мы сможем здесь разглядеть? И давайте я покажу. И мы начинаем писать фон. Мы не думаем, как мы с нашим фон. И начинаем писать едиными наш фон. Поскольку мы в нашем фоне видим много разных цветов, каждый мазок будет своего цвета. Мы начинаем понимать, оказывается, тот цвет, что мы видим, он может включать в себя множество различных оттенков. И, казалось бы, такие несвязанные мазки вдруг объединяются во что? Что вы сейчас видите происходит? Он объединяется в фон, где-то фон. Да. Разные цвета у нас выходят одну, получается. Пока еще вы не видите немножко, да? Но мы сейчас ворудуем вниманием, а именно своим светом. И вот так потихонечку отрывая, намешивая. И смотря, что вообще мы на самом деле делаем и как мы творим, мы выкладываем, словно мозаику. Кайфуя от каждого нашего мазка. Еще белье надо вытавить. Кайфуя от каждого нашего мазка. Сделаем это. Как они называются? Вертикально наш фон. Почему вертикально? Почему я не могу взять и сделать горизонтально? А я могу, все могу. Я все могу, я творец. Я творец, я все могу. Я могу любыми разнонаправленными. Но горизонтальная поверхность, что есть в горизонтальной поверхности? Как нам показать различия? Горизонтальная поверхность? Ну вот стол, мне кажется, надо горизонтально рисовать. Мазки. Давайте попробуем. Задний фон вертикально. Сразу будет видно направление объема стола. И замехленно. И формируем потихоньку наш мазок. Все мазки не повторяются. Живописные. И как он состоит из разных. Покайфуем, прямо кайфуем. Набираем его. Пока влезет выглядит вот так. Не повторяем. Убираем. И давай новенький. Мешай. Творим, кайфуем. Как впечатление? Если мы себе дали мало цветов, что у нас может произойти? Либо мы будем сверхизобретательные и все сделаем из всего, либо мы поймем все-таки, как мы себя ограничиваем. Когда мы дали себе изначально мало, была в принципе возможность дать много. Каждый конкретный мазок мы формируем отдельно. Из-за того, что мы не берем много белил, у нас начинает наша темнота просвечивать. А чтобы она не просвечивала, нам нужно сколько здесь белил и красок надо. Что сделать, чтобы смачно наконец-таки... Мы накладываем, да? Не красим, а накладываем. Накладываем любым словом и кайфуем. Вот, выявляется экономия, шаблон мышления, экономка у нас тут рисует. То есть тебе надо выдавиться все-таки нормально? Да, который экономит на себе, на своем пространстве, на своем проявлении. И вот как раз мы сейчас это трансформируем в рисунки. Все цвета дай себе, всех цветов. Дай себе красок жизненных. Вот посмотрите, как вы проявляетесь. Вы рисуете, смешивая мало цветов. Ваша жизнь такими же красками и цветами играет. Хотите, чтобы ваша жизнь играла разными красками? Цветными. Вот. Твоя жизнь вот такая же насыщенная. Да. Вот как ты проявляешься, так ты и рисуешь. Понятно. Красиво. Вот как ты красиво сделал.